В рамках визита в Багнитогорск депутат Государственной Думы Виталий Бахметев не только оценил работы по благоустройству городских дворов. Согласно программе «Региональная неделя» он провел очередной прием граждан по личным вопросам. В этот раз на встрече подводили итоги предыдущих обращений. К примеру, результатом участия Виталия Викторовича стало возобновление работы секции футбола на Левом берегу. Мы целый год занимались тут. С сентября месяца по май месяц. Потом наши тренировки летние перенесли на центральный стадион. Там занимались. Потом реставрация у них там стадиона пошла. И нас в тренировке сказали, что на Жуково езжайте или в другой, в Юж четвертый. И нам сказали, что тренировки отменяются на Левом берегу. Чтобы сохранить детскую футбольную секцию и вернуть занятия по футболу в расписание Левобережного ФОКа, Екатерине в составе инициативной группы родителей потребовалось больше двух месяцев. И помощь депутата Госдумы. На прием к Виталию Бахметьеву женщина сегодня идет не просить. Благодарить и поделиться радостью. Со 2 ноября возобновляются тренировки. Это в первую очередь решили сами молодые мамаши. Они выходили. Они меня просто подключили уже в последний момент. Но они были так настойчивы в решении этой проблемы. Обращаясь везде. А я уже с позиции депутата подтолкнул. И это дело поехало. За помощью в организации спортивного праздника, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом, обратилась к депутату Елена Васильева. С поиском помещения проблем не возникло. Своей площади для детей предоставит дворец спорта калибровщик. Решился и вопрос подарков. Такой праздник нужен, спортивный праздник. Вы знаете, у нас новая программа в цирке. Я бы готов посмотреть и организовать вам поход в цирку. Второй вопрос, к которым обратилась Елена от депутата Госдумы Виталия Бахметьева, как он сам выразился, потребует более длительного рассмотрения. Мама ребенка с диагнозом сахарный диабет просит рассмотреть на федеральном уровне возможность продления для таких, как ее сын детей, инвалидности. Хотя бы до достижения ими 18 лет. Она дает определенные льготы. Потом небольшая финансовая поддержка. Детям, болеющим сахарным диабетом, им продлевают до 14 лет. Все. Потом инвалидность, если нету осложнений, инвалидность снимают. 16 лет скитание по врачам, чтобы медики признали ее инвалидом. Эта история еще одной посетительницы депутатской приемной Татьяны Бицец. Третью группу женщине, которая лишилась глаза еще в детстве, дали только после обращения Виталия Бахметьева в областное министерство здравоохранения. Надежда Кинаш, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Продолжение следует... Продолжение следует...